В августовском номере журнала «Уральский следопыт» опубликована статья Ларисы Крапивиной «Стоп! Снято!» 1 января 2020 года, по традиции, мы сидели с командором и обсуждали планы на год. Ничего не предвещало никаких особых катаклизмов, в мире было стабильно-нестабильно. Все пандемии и потери были впереди, настроение и температура средняя по больнице были нормальные. Я подарила ему на Новый год оловянного солдатика-барабанщика, периода петровских времен и раскладную открытку с вырезанными из бумаги силуэтом парусника. Папа Слава любил такие подарки. «От такого кораблика хорошая тень не получится», — внезапно сказал командор. Мы немножко посидели в тишине, а затем и попросила. «Расскажи мне про эту часть твоего детства. Что в ней было самое важное?» Самое важное было то, что мы с Пашкой нашли друг друга и ощутили единение души. У нас была настоящая дружба, которую мы пронесли через всю жизнь. Мы жили в голоде, холоде и вечном страхе за родных на фронте и в тылу. Но когда появилась Каравелла, мы вообще не чувствовали никаких невзгод. Просто были счастливы, что почувствовали другое измерение. Мы же не играли, мы жили этими малетными мгновениями. Я ведь почему не смог быть в Тюмени, когда вернулся туда в 2007 году? Потому что через три года Пашка сильно заболел. И было понятно, что скоро он уйдет за грань. Пока люди живы, они чего-то бегают, суетятся, спорят, отстаивают, доказывают друг другу. Не понимая, что жизнь каждого из нас в масштабах Вселенной всего лишь миллиардная доля секунды. Надо наслаждаться ею во всей полноте. Не растрачивать по пустякам на склоки и раздоры. Успевать помочь друг другу и сказать самое главное. А озверевший в конец мир этого не понимает. Папа Слава, а ты не боишься смерти? Как ни странно, нет. Боюсь другого, что когда я уйду, все семейство перегрызется и перессорится из-за наследства, а тебя вместе с отрядом поглотит система. Это мы еще посмотрим, кто кого поглотит. С юмором и отвагой ответила я. Да чего ты на семейство в бочку катишь? Оно у нас хорошее. А разве я сказал что-то плохое? Просто есть опасения. Слушай, вот ты сейчас так здорово рассказывал про детство и про силу дружбы. Давай сделаем наш отрядный фильм по твоей повести «Тень каравелла». Сейчас в отряде очень симпатичные есть типажи. Ванька Бессонов, сын Игоря, рыжий, просто вылитый дыркнап. На Пашку есть у меня кандидаты. Владьку тоже, думаю, найдем. Ребят, подготовленных на наших театральных постановках много. Массовые сцены в лучших каравельских традициях снимем. А посвятим кино, как и книжку, твоей маме? Нет, это же будет уже не моя книжка, а твой фильм. Посвяти его ребятишкам, у которых война забрала детство. Тем, кто с замиранием сердца слушал левитаны и мечтал о победе, и не меньше, чем взрослые. Хорошо, а ты поможешь мне со сценарием? Ну уж, фиг, ответил командор. Я и так вкалывал, как загнанная лошадь, всю жизнь. Сейчас, наслаждаясь жизнью, ловлю ее ощущения и неповторимые струны, мгновения. А все так и норовят снова припахать меня к работе. Это уже твоя задача. Пиши и снимай сама в лучших традициях фиги. Детская киностудия работает в каравеле с 1962 года. Фактически, в момента создания Бандрили и БВР мы начали снимать свое кино. Так появилась фига. Фильмы исторические, героические, артистические. Порой эту аббревиатуру истолковывают как ответ многочисленным скептикам, утверждающим. Ни фига у вас не выйдет. Первые студии и киностудии снимали на 8-мм пленку. Чуть позже, в 70-80-х годах прошлого века, перешли на 16-мм. До появления видеокамер мы прошли по классической исторической схеме, свойственной взрослому кинематографу. Все фильмы, которые производила фига, были немые. За прошедшие десятилетия снято 30 художественных фильмов и более 80 документальных, в том числе и социальных роликов. Среди них наиболее известные «Три мушкетера» 1965 года, «Приключения Незнайки» 1967, «Гнев отца» 1969, «Остров сокровищ» 1970, «Робин Гуд» 1975, «Вратаренок Чип» 1979, «Жили-были барабанщики» 1980, «Кораблик» или «Хроника капитана Саньки» 1983, «Вождь краснокожих» 1984, «Сказка о мальчишках из картонного города» 1985, «Три мушкетера» или «20 лет спустя» 1986 года, «Манекен Васька» 1988, «Еще одна сказка о Золушке» 2001, «Планета» 2004 и другого. В середине 80-х годов одним из подразделений киностудии была группа «Рио Браво», которая сняла серию приключенческих боевиков. Особенностью каравельских сценариев является то, что они сразу пишутся под конкретных героев, которые бегают, скачут, живут в пространстве нашего центра. Мы находим их на фехтовальной дорожке или на посту возле флага, проверяем в диалогах, спорах и диспутах. Каждая творческая постановка новогоднего фестиваля на каравельской сцене открывает новые имена. Но не будем забывать, что кино диктует свои законы жанра. Через неделю сценарий был готов, в нем странным образом переплелись и соединились книжные миры и реальное пространство условного киномира. Командор прочитал, оценил и с ухмылкой сказал, «В целом неплохо, даже близко к первоисточнику». «А в частности?» – осторожно спросил я. Что говорить про частности, если для начала нужны детали? Вещи и мебель той эпохи, книжки в рамке библиотека приключений, перевые ручки, тетради, чернильницы, репродуктор, дом с обоями на стенах и деревянным полом, занавесками на окнах и печкой-голанкой. Какая печка? Я думал, что карта и каравелла – это главное. Ведь это фильм про жизнь детей, про их сказку и всепобеждающую силу дружбы. Господи, ты где собралась снимать кино про Великую Отечественную войну? В офисе? С кем? С детьми, которые дальше смартфона и компьютера ничего не смыслят? Книжек они не читают, сказки и дружба от них так же далеки, как наша земля от Юпитера. Дома предметы хотя бы создают атмосферу. Знаешь что, папа Слава, хватит умничать, – взорвалась я в ответ. Ты и так ловко увельнула сценарий, но раз такой пошел разговор, то будешь теперь главным консультантом и вдохновителем нашего фильма. Это кто так решил, – изумился он. Ты сам решил, когда отправил меня писать сценарий, вот и давай. Включайся и расскажи хотя бы на словах, что за печь такая. Остальное найдем в интернете. Вы без интернета уже шагу ступить не можете. Печь простая, круглая, чугунная. Она была большая и сразу обогревала две или три комнаты. Топилась дровами или углем. Если найдешь печку, тогда можно дальше разговаривать про съемки. Что значит «если»? Зная эти разговоры, сначала печь, потом, как в сказке про Кащея, сундук на острове. В сундуке утка, в ней яйцо, в яйце игла. Ты к чему это клонишь? Не к чему, так мысли вслух. Хорошо, значит задача – будем искать печь и репродуктор. Он как тарелка круглый, черный, за провод подключается к радиорозетке, но главное не это. А что? Сами ребята, они обязательно должны любить читать книжки. Настоящие, не в телефоне. Если не уйдете таких, ничего не получится. Кроме того, одежда, прически, деревянное оружие, часы-ходики, посуда в буфете. Тут голос его дрогнул. Он внезапно замолк и вдруг сказал. Слушай, зная твою силу, если вы все-таки снимаете это кино, то сделай для меня одну вещь. Какую? Хочу, чтобы мамин Красноармеец был в сценарии и в фильме. Я его помню с детства. Он всегда был со мной. Пусть и там будет с вами. Еще я бы добавил море, солнце и лето. Без них как-то слишком сурово и драматично получается по твоему сценарию. 9 марта мы начали съемки. Конечно, не обошлось без традиционного для мира и киноискусства разбивания тарелки о штатив во время первой массовой сцены штурм крепости. После сбора автографов тарелка разлетелась на кусочки и прозвучала заветная команда «Мотор». Сама организация съемок этого масштабного проекта, в которой было занято больше 250 человек, в том числе и шестилетних детей, на протяжении всего 2020 года в разгар всеобщей пандемии локдауна заслуживает отдельного рассказа и фильма про фильм. Дом с русской печью и голландкой нашелся в поселке Горный щит. Репродуктор привезли из Тюмени. Костюмы искали по всему городу, в том числе и на Свердловской киностудии. Библи предмета быта собирали по старым чердакам и семейным сундукам. Как по заказу, во время съемок на натуре, когда было нужно, то все небо заволакивали зимние тучи и валил снег. А в летней сцене на острове, в достаточно прохладный день, выглянуло столь необходимое яркое солнце. Героев нашли среди каравельских ребят, которые никогда до этого ни в каких фильмах не играли. Детей на роли выбирала я, но утверждали мы их вместе с командором, когда первые же пробы показали, что попадание в десятку. Дети жили в кадре. Четыре отснятых и смонтированных эпизода Владислав Крапивин успел просмотреть и высоко оценить. Мы торопились. На лучших традициях синематографа из-за ковидных ограничений все сроки съемок регулярно переносились. Лето снимали зимой, а зиму летом. На исходе зимы на тающем водоеме из остатков стремительно тающего снега была осоружена крепость, которую штурмовали яростные захватчики. Подо льдом рисковали оказаться не только они, но и многочисленная съемочная группа и родители каравельских семей в виде постоянной группы поддержки. Крепость и лед с честью выдержали штурм, но вскоре растаяли. Вторая массовая сцена, которая проводилась на острове Шабур в Верхсетском водохранилище, принесла не меньше эмоций и переживаний всем участникам. Остров должен был быть тропическим. Специально для него по всему городу собирали пальмы в катках, которые очень экзотично смотрелись на вековых каменных нагромождениях стоянки древнего человека рядом с березами, соснами и зарослями кустов уральского шиповника. Аборигены в легких юбочках из сены и босиком, отогревшиеся в перерывах между съемками в куртках и спасательных жилетах, тоже выглядели весьма причудливо. Основные сцены в доме снимали в несколько приездов. Некоторые в 30-градусную жару. В домишке было тепло, как будто в нем хорошо протопили печку, что, конечно же, помогало актерам лучше вжиться в роль замерзших детей весенней поры. Третья массовая уличная сцена снималась в феврале 2021 года в 20-градусный мороз возле знаменитого Макаровского моста в Екатеринбурге. Все пространство съемочного прохода было завалено по пояс снегом. Пришлось участникам сначала вдоволь наваляться в снегу и утрамбовать площадку, чтобы актеры, режиссеры и операторы смогли начать работать. Когда в комбинационной сцене назря настиг Владику, требуя вернуть карту, сквозь оцепление на городском пруду прорвались случайные прохожие, которые сначала хотели помочь, а потом жаждали остаться, чтобы понять, как это и за что так мучают. Коммодор Владислав Крапивин ушел за грань 1 сентября 2020 года. Оглядываясь назад, могу точно сказать, что он многое предчувствовал и каким-то образом знал. Красноармеец стал частью фильма, а финал кино стал другим. В начале июля 2020 года он подарил мне свою книгу «Фераскав Дед Мазай», недавно вышедшую в московском издательстве «Детская литература» и красочно оформленную рисунками Евгения Медведева. Дарсону надпись на фразации, конечно, связал с фильмом. Теперь мы никогда не узнаем по случайности или специально он не написал имя адресата. Таким образом, можно сказать, что этот финальный автограф – посвящение всем читателям и зрителям. Кино в жизни, кино в книжке, сплошной Диснейленд. «Пусть дальше будет так же весело, лишь бы лето подольше не кончалось». Владислав Крапивин, 9 июля 2020 года. Проект съемок фильма «Тень Кравелла» получил поддержку Министерства культуры Свердловской области, администрации города Екатеринбурга и фонда президентских грантов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...